Добрый вечер, родные мои, дорогие мои. Всех приветствую. Я вот вчера смотрел отличный ролик. И отсюда хочу поблагодарить Фарида Байрамова за прекрасный ролик. Этот ролик был вообще нечто, ребята. Кто не смотрел, советую, пусть посмотрят. Вообще прелесть была. Сколько я смелся, вообще кайф был это. Кайф. Так, и отсюда всех приветствую. Всех моих подписчиков. 65 человек. Не, вообще-то подписчиков 83. Из них это остальные армяны, блин. Им тоже привет, ну ничего. Так, ребята, вот этот флаг вам, по-моему, чего-то напоминает, да? Да, это флаг нацистов. Ну, лимоновцев в России. А это ерунда. В Армении много нацистов, чем в России. Так. В контексте установления вчера в Ходжавенде памятника фашистскому приспешнику Гарагине Ниждей и контратаки армянской фальсификационной машины против светлого имени Мамедамина Расулзаде очень важно не дать этим мразям опорочить доброе имя основателя Азербайджанской домиократической республики. Отказавшийся, в отличие от подонков Ниждей и Дро, от сотрудничества с нацистами, данная статья требует внимательного ознакомления и буквально вызубривания основных фактов из биографии Расулзаде, так нагло искажаемых армянами и их главным покровителем, паскудой и мразью по имени Константин Затулин. Каждый раз, когда эти твари будут произносить имя Расулзаде, отвечайте им согласно фактам, изложенным в данной статье. Мои дорогие, внимательно послушайте эту статью. Эту статью не я буду озвучивать, а от редактора. Так, вечная память Мамедамину Расулзаде, отвергнувшему любое сотрудничество с нацистами. Так, переходим к статье, мои дорогие, мои родные. Сейчас будем озвучивать эту статью. Внимательно послушайте. Место нацистских коллаборационистов на свалке истории. В вопросе отношения к нацизму и связанным с ним тягчайшим преступлением все цивилизованное человечество заняло однозначную и бескомпромиссную позицию. Нет и не может быть никакого оправдания этой чуме 20 века. Однако, судя по тревожным процессам, происходящим в сегодняшней Армении, уничтоженная 75 лет назад чума, похоже, находит свои отголоски и в веке нынешнем. И подает она признаки жизни в стране, где больше всех любят кичиться своей исключительностью, одаренностью и некой богоизбранностью. Ни в какой другой стране политическое руководство и общество не прилагают столько усилий, чтобы самым бесстыжим и наглым образом возродить, оправдать, а затем и возвеличить нацистское ничтожество, бесславно поверженное общей кровью миллионов свободолюбивых людей. А может, все дело как раз и в том, что к этой цивилизованной части человечества армянские апологеты не имеют никакого отношения, а находятся по ту сторону линии, разделяющей цивилизованность и пещерную дикость. Много лет назад, когда в армянской прессе появились первые безграмотные и безосновательные опусы о героизации в Азербайджане отдельных правонарушителей, автор этих строк принял вызов и одной статьей надолго отправил в угол боксерского ринга всю бесславную плеяду прыщей Армагетпропа, во главе с все еще тявкающим тогда Ливоном Мелик Шахназаряном. Не будем сейчас возвращаться к тому нокауту, тем более, что побежденного оппонента давно уже разобрали на молекулы земельные черви, а напомним лишь о некоторых именах. Тогда в пощечину армянским оправдателям и героизаторам вошли имена нацистских генералов Драстамата Канаяна, Дро, и Горигина Тир-Арутюняна, Нжде, именами которых названы улицы, площади, станции метро, а также такие храбрые армянские мужчины, как Гурген Яникян, пригласивший в Калифорнии на обед двух турецких дипломатов и, в момент пережевывания ими пищи, вставший со стола, прошедший к ним за спину и храбро выстреливший в спину своим гостям, очень по-армянски, а также имя другого мужчины, Сагамона Талериана, прошедшего на улице Берлина, мимо выдающейся личности периода Первой мировой войны и спасителя мусульманского населения Восточной Анатолии от истребления Талаата Паши, обернувшегося и выстрелившего ему. Да, да, опять же в спину. Вообще, выстрел в спину – это национальная черта, которую Еревану обязательно нужно зафиксировать в списке нематериального культурного наследия человечества, как опирает армянского народа. Уверен, конкурентов у армян в этом вопросе не найдется. Так вот, та болезненная для Армагетпропа статья, которая, помимо названных выше имен, напоминала также героизации в Армении террористов Асала, таких как Монте Мелконян, Воружан Горобедин, Ампик Сасунян, Акопа Копян и прочих отбросов, заставила армянских авторов надолго заткнуться. Ведь крыть-то было нечем. Нам казалось, может, в кои веки армянам действительно стало стыдно? Оказалось, незнакомы им это чувство. Ереван не только не помышлял переименовать объекты с бесславных с имен и очистить себя от позора, но и годы спустя ошарашил весь цивилизованный мир воздвижением в центре столицы памятника отъявленному негодяю, руководителю армянского легиона в составе вермахта Гаригин-Унжде. Это было равносильно, как если бы сегодня на Красной площади открыли памятник генералу Андрею Власову перед Бранденбургскими воротами Йозефу Гебельзу в центре Парижа Анри Петину в Брюсселе Леону Дегрелю в Афинах Иоанне Суралису в Будапеште Ференцу Салашану и так далее, не дав миру опомниться от шока. Тогдашние инициаторы по паскуднейшего шага в спешке придумали оправдание. Дескать, в годы Первой мировой войны Нжде спасал нацию от геноцида, а значит, он герой. Ну, к прошлым заслугам Нжде мы еще вернемся. А пока вызывает отвращение сама аргументация армян. Мол, зачем обращать внимание на плохое, когда было и хорошее. Опять же, о хорошем мы еще поговорим, но в поисках хорошего, с целью последующего увековечения, можно вспомнить хотя бы то, что Йозеф Гебельз любил классическую музыку, а Адольф Гитлер – собак и кошек. Это ведь замечательно, правда? Давайте воздвигнем памятники этим ценителям прекрасного и жизни на планете. Если в Ереване надеялись, что членство страны ВОДКБ и статус любимой наложницы станут индульгенцией от подобных выходок, то там явно недооценили все риски. Уже через пару лет, в мае 2019 год, МИД РФ представил доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, который был затем опубликован на официальном сайте МИД РФ. Смотри. В документе говорится, что, боевшая правящая Республиканской партии Армении, предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Генжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим Рейхом. Впрочем, тревогу в Москве стали бить еще до открытия в Ереване этого скульптурного уродства. В 2013 году в Москве под редакцией председателя главной редкомиссии Министерства обороны РФ генерала С. К. Шойгу вышел 6 том 12 томной энциклопедии «Великая Отечественная война» 1941-1945 годов. В указанном томе, который назывался «Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» содержалась статья «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», цитату из которой мы приведем в рамках агентурного дела на обвергруппу 114 «Дромедар» контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала Дашнакской армии эмигранта Тер Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом «Нжде». В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск. Чуть позже, комментируя информацию о числе завербованных Горегином «Нжде» агентов, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко заметит, в контексте рассматриваемой нами темы не имеет принципиального значения вопрос о том, сколько конкретно диверсантов и террористов завербовал «Нжде» для спецслужб нацистской Германии. Важно другое, в современной России доподлинно знают, что «Нжде» был секретным агентом нацистов, крупным вербовщиком агентуры, не просто для разведывательно-агентурной работы, а именно для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей советской армии и на территории СССР, поэтому «Нжде» нацистский коллаборант и преступник. Когда на саммите стран СНГ в Ашхабаде в октябре 2019 года президент Ильхам Алиев обратил внимание коллег на тревожные процессы в Армении по реабилитации нацистских преступников, взявший затем слово внук-перебежчика Никола Пашиняна, премьер-министр Армении вступился за командира своего деда-предателя, назвав поднятый главой азербайджанского государства вопрос субъективной интерпретацией. О том, что вопрос этот еще до Алиева был поднят сперва Министерством обороны РФ, а затем и МИД РФ, смотри указанные выше документы, языкастый внук деда-предателя, сказать побоялся, как и не решился он обвинить эти структуры в субъективной интерпретации. Такое впечатление, что в этой войне Гитлер играл только второстепенную роль и лидером нацистского движения был Горигин Жде, не подумав, сказал Пашинян. Знаете, только абсолютный циник, может взвешивать на весах нацистов и измерять, кто был фашисте другого. Фашист есть фашист, и нет шкалы, измеряющей степень фашистости. По логике Пашиняна, в России должны последовать примеру армян и установить памятник генералу Власову, так как тот, выражаясь языком Никола Пашиняна, не играл в войне по сравнению с Гитлером первостепенную роль. О том, что армянский премьер говорит, а потом только думает, показала и последующая его фраза в Ашхабаде. Правда заключается в том, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян. Во-первых, какой еще геноцид армян во Второй мировой войне? Да и потом, как можно бороться против геноцида, участвуя в войне на стороне геноцида и Холокоста? В-третьих, борьба против турецкой оккупации Армении в годы Второй мировой войны, это уже и вовсе петросяновский юмор. Ведь если Нжде был против мнимой турецкой оккупации Армении, то, по логике вещей, он вместе со своими солдатами должен был немедленно вступить в РКК, чтобы защитить Армению и не дать ей быть оккупированной. В действительности же, и Пашинян это прекрасно знает, но просто включает дурачка, Нжде боролся против оккупации Армении, но оккупации не турецкой, а советской. Не могла Турция оккупировать Армению, так как она оставалась верной подписанной ею в 1921 году Московскому договору. И оккупированной Нжде считал Армению не Турцией, а именно Советским Союзом. Больше Турции Нжде ненавидел СССР, и на сторону Гитлера он перешел с целью десоветизации Армянской ССР и выведения ее из состава союзного государства. Это факт, и Нжде этого никогда не скрывал. И Пашинян прекрасно знал, что нагло фальсифицирует, переводя стрелки ненависть Нжде с СССР на Турцию. Но природная трусость Никола Пашиняна не позволила ему высказать это в Ашхабаде в присутствии глав государств членов СНГ, потому что, возможно, он знал, что ему немедленно напомнят, что именно Советизация спасла Армению от прекращения дальнейшего исторического существования, отменила позорнейший для нее Александропольский договор, да еще и подарила ей десятки тысяч квадратных километров территории соседей. Знал, и поэтому подменил непринятый Горигином Нжде факт вхождения Армении в состав СССР тезисом о турецкой оккупации. Реплика в Ашхабаде была одной из самых позорных страниц в биографии Никола Пашиняна, впрочем, не абсолютным дном, поскольку дно будет пробито четыре месяца спустя в Берлине. Выступая в феврале уже текущего года в фонде Фридриха Эберта в немецкой столице, армянский премьер скажет, что в его стране. Ценит Нжде за то, что он остановил геноцид армян и предотвратил потерю армянской государственности в 1918 году. Что ж, если Нжде остановил геноцид, то это ли не признание того, что каждый год мировое армянство отмечает пустышку? Ведь как можно отмечать то, чего не случилось, а было остановлено? Во-вторых, если Нжде такой герой, то что же он не смог предотвратить потерю государственности два с половиной года спустя 2 декабря 1920 года. В действительности же Нжде должен был боготворить Анкарю за то, что та, разгромив Армению и заключив с ней Александропольский договор, оставляла ей шанс хоть на какое-то дальнейшее существование в качестве независимого государства, в то время как Красная Армия вовсе лишила армян последних остатков государственности. Но не дружит Пашинян с мочастью. Но и это еще не все. На одну ступень с гитлеровским приспешником Пашинян поставил советского маршала, уроженца Азербайджана Ивана Баграмяна. Наряду с памятником Нжде в Ереване есть также памятник другому участнику армяно-турецкой войны маршалу Баграмяну. И хотя в дальнейшем их пути разошлись, армяне ценят их за роль, которую они сыграли в армянской истории, сказал он. Баграмян это отдельная история, как и некоторые страницы его карьеры. К примеру, в 1937 году он в силу своей службы в буржуазной армянской армии был близок к тому, чтобы разделить участь многих советских казненных генералов, но тогда от расстрела его спас закадычный друг Анастас Микоян. Спас, чтобы впоследствии Баграмян загубил сотни тысяч советских воинов сперва в киевской стратегической оборонительной операции, а затем и в катастрофической для Красной армии Харьковской операции. Теперь уже от расстрела его спасло поручительство Г. К. Жукова. 26 июня 1942 года И. В. Сталин направил личное письмо командованию Юго-Западного фронта, в котором говорилось «Мы здесь в Москве. Члены Комитета обороны и люди из Генштаба решили снять с поста начальника штаба Юго-Западного фронта ТОВ». Баграмяна ТОВ Баграмян не удовлетворяет ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет ставку и как простой информатор обязан и честно и правдиво сообщать в ставку о положении на фронте. Более того, Т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте. В течение каких-либо трех недель Юго-Западный фронт, благодаря своему легкомыслию, не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 10-20 дивизий. Это катастрофа, которая по своим погубным результатам равносильно катастрофе с Рюнингэмпфом и Самсоновым в Восточной Пруссии. После всего случившегося ТОВ, Баграмян мог бы при желании извлечь урок и научиться чему-либо. К сожалению, этого пока не видно. Теперь, как и до катастрофы, связь штаба с армиями остается неудовлетворительной, После этого Сталин назначил Баграмяна командующим 28-й армией и уже на новой должности тот продолжил свои подвиги. 7 июля 1942 года он приказал без боя оставить Г. Росош, после чего в Ставке вновь задумались о привлечении его к военному трибуналу. И вновь его спас Г. К. Жуков. Известен также другой эпизод, когда дивизии под командованием Баграмяна вышли к Рижскому заливу и тот в поры великования наполнил бутылку морской водой и отправил гонца в Ставку с радостной вестью. Однако, к моменту прибытия адъютанта в Кремль занятые позиции были потеряны, о чем гонец пока не знал, и Сталин, взяв бутылку, повертел ее в руках, вернул посланцу со словами «Передай Баграмяну, чтобы вылил эту воду обратно туда, откуда взял». Впрочем, не будем отвлекаться. Баграмян, конечно, наряду с ошибками внес впоследствии большой вклад в общую победу советского народа над фашизмом, как Инжде сделал все от него зависящее, чтобы победа досталась нашему народу как можно большей ценой. Но когда Пашинян оправдывает Инжде тем, что тот вместе с Баграмяном воевал в турецко-армянской войне, то он, во-первых, не договаривает, что под этой войной скрывалось беспощадное истребление безоружного мирного азербайджанского населения в Зангизуре, а во-вторых, не поясняет, каким образом прошлые заслуги могут оправдать последующие преступления. Ведь не родился тот же Андрей Власов предателем, а стал им. До своего пленения летом 1942 года Власов действительно героически воевал против фашистов, но это никак не оправдывает его предательство и не дает повод, чтобы воздвигнуть ему памятник в центре Москвы. В интернете имеются списки героев Советского Союза, лишенных этого высшего звания, после совершения ими уголовных преступлений уже в послевоенное время. Смотри хтптсдс ру википедия арджики списоклиц подчеркивание лишенных подчеркивания звуков подчеркивания героя подчеркивания советского подчеркивания союз подчеркивания союз. Были и такие, кто после проявленного героизма и присуждения им звания героя Советского Союза оказывались в плену и начинали сотрудничать с фашистами. Известны имена также тех, кто побыв сперва полицаями и поучаствовав в казнях партизан и мирного населения, умудрялись после освобождения оккупированных территорий скрыть свое преступное прошлое, быть призванными в ряды Красной Армии и даже совершить подвиги. И уже после разоблачения их лишали звания героя Советского Союза и привлекали к неминуемой ответственности. Ложка дегтя всегда портит бочку меда. Не могли они уже считаться героями и не найдете вы сегодня нигде их памятников. Поэтому аргумент Пашиняна в оправдании памятнику фашисту Нжде тем, что тот, видите ли, героически воевал против Турции за 20 лет до Второй мировой войны. Это кощунство и пляска на костях 27 миллионов погибших советских людей. И позор всему руководству Армении за такой цинизм. Впрочем, вершиной глупости внука-предателя Никола Пашиняна станет его попытка перейти в контратаку, обвинив Азербайджан. Героизации нацистов. Нет, это не опечатка. В ходе того же выступления в Берлине армянский премьер сказал, азербайджанцы часто любят спекулировать на тему Нжде. Но хочу напомнить о человеке с фамилией Расулзаде, который был командующим отряда орфография сохранена нацистской армией Третьего рейха и чей памятник сегодня установлен в Баку, а его именем названа улица в азербайджанской столице. Трудно было представить себе большую чушь, чем это. Во-первых, уважаемый в мире и уважающий себя политик должен всегда уметь отвечать за свои слова. Сказал, ответь за сказанное слово. Пусть теперь Пашинян сообщит бакинцам, в какой именно части города располагается памятник Расулзаде. Да будет ему и его неинформированным суфлером известно, что в Баку нет и не было памятника этому деятелю. Бюст основателю первой в исламском мире светской демократической республики установлен в родном селе Расулзаде Навханы. Это по части фактологии, с которой Пашинян, как видим, не в ладах. Во-вторых, будучи гражданским лицом, Расулзаде никогда не был командующим отрядом нацистской армии Третьего рейха. Живший с 1930-х годов в эмиграции Расулзаде действительно имел несколько встреч с немецкими чиновниками среднего звена из Восточного отдела внешнеполитического управления имперского руководства. Причем следует особо отметить, что инициатива установления контакта исходила именно от немецкой стороны. Самой крупной фигурой, с кем Расулзаде довелось встречаться, был посол Германии. Инициируя контакт с Расулзаде, немецкая сторона стремилась прозондировать почву для возможного сотрудничества, а сам Расулзаде шел на эти встречи с целью уяснить для себя истинные намерения Германии Однако очень скоро выяснилось, что надеждам немецкой стороны не сбыться и стороны говорят, что называется, на разных языках. Расулзаде интересовала только независимость Азербайджана, а не переход его из состава одного государства в другое. Немцы же этого обещать не могли. Убедившись, что намерение избавить азербайджанский народ от коммунизма вовсе не приведут к общей свободе азербайджанского народа, собственные слова Расулзаде и азербайджанцам предлагалось воевать для смены одного ига на другое, то есть шило на мыло, Расулзаде решительно отверг предложенное нацистами сотрудничество, прекратил эти встречи и дистанцировался от Германии. Более того, в Берлине, восприняв Расулзаде как человека, не подающего надежды, объявили его нежелательным для дальнейших контактов лицом и тоже отказалась от дальнейших встреч, после чего тот в 1943 году переехал сперва в Румынию, откуда затем перебрался в Турцию. М.А. Расулзаде не то, что не воевал на стороне нацистов, но даже и не сотрудничал с ними. В отличие от Нжде и Дро, которые с удовольствием пошли на службу к Гитлеру и возглавили армянский легион в составе вермахта. Таковы голые факты, на фоне которых слова Пашиняна о том, что Расулзаде командовал отрядом нацистской армии Третьего рейха, наглядно демонстрирует, в какой степени армянский премьер, что называется в теме. Знакомство Пашиняна Предотелевича с мочастью вместо привычного для армянского мифотворчества словоблудия помогло бы ему понять, что Расулзаде не просто полностью чист перед историей, а своим отказом нацистам он фактически совершил подвиг с риском для собственной жизни. Причем сделал он это, находясь в Берлине. И хотя в Баку нет его памятника, он в отличие от Нжде и Дро вошел в историю как личность с большим именем, который полностью заслуживает увековечения памятником в столице страны. Как вообще язык внука предателя поворачивается сравнивать человека с другом? Остальной ролик потом. Всем пока-пока, а то длинный получается ролик.